Афганистан. Центральный горный район. Конвой выдвинулся в путь. Нам нужно срочно обезопасить эту область. Так точно. Здесь в последний раз дрон подавал сигнал. Надо все проверить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. от Софи. Время пришло. Пап, что происходит? Что происходит? Уже произошло. Приветик. Привет, малыш. Вау. Он прекрасен. Да, он уже почти говорит. Да? Да, я думаю, что слышала, как он сказал папочке, лучше приехать, маме нужна помощь в смене подгузников. Скоро, малыш, через три месяца. Боже, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Привет, Маршал. Привет, Маршал. Мы скучаем. Что, она родила? Да. Не может быть. Поздравляю. Вау. Страшненький. Точно твой. Думаешь продлить контракт? Не знаю. Думаешь, Софи будет рада, если ты останешься? Не знаю. Что будешь делать, если не знаешь? Я понял, ты не знаешь. Сержант, сержант. Я знаю, где вас видел, сэр. Он выиграл 450 класс Лоретте Лин в 15-м. Все думали, что выиграет Курт Уолкер. Дай посмотреть. Хорошая фотка. Так вот, что ты скрывал от нас, Беннет. Вы могли стать профессионалом. Что вы здесь делаете? Мне неинтересно кататься за кубки. Кубки? А как же деньги? И девушки. У меня есть девушка. И деньги? Я всегда хотел служить. Я понял, что всегда хотел стать разведчиком. Нет, это я понял. Я тоже отказался от хорошей работы. Менеджер. Так и было. Мы уничтожили это место пару месяцев назад. Спутник снова показывает здесь активность. Почувствовал? Да. Кто-то готовит. Бандит 3-2, цель обнаружена. Задание будет выполнено. Пошли. Задание будет выполнено. Райли. Американец! Сдаю! Сдаю! Марта, даю! Райли, лежи! Американец! Черт! Райли, не вставай! Не вставай, Райли! Держись! Бандит 3-2, это Альфа-2-5. Орел спустился, повторяю. Орел спустился. Цель под обстрелом врага. Нужны силы быстрого реагирования. Альфа-5 понял. Силы быстрого реагирования уже в пути. Ты как, в порядке? Да. Давай. Давай. Пойдем. Райли, держись! Почти на месте. Ты справишься. Райли, держись! как себя чувствуете сержант сержант орали где он в операционной провел там всю ночь врачи делают все возможное но честно говоря дела плохи есть еще кое-что о чем мне надо рассказать нам удалось спасти во многом но у вас множественные переломы нельзя точно знать срастутся ли они правильно поэтому я предлагаю удалить под таранный сустав пяточной кости это единственный способ снова начать ходить без боли но но галена стопный сустав больше не будет двигаться нельзя будет ездить на мотоцикле нет спасибо я бы не допустил этого в любом случае с может стоит подумать над этим не надо я рискнул я думаю вы не понимаете всю серьезность ваших травм сержант даже если все срастется у вас стоит стержень спине в ноге винты вы не можете остаться в армии я буду требовать чтобы вас уволили по состоянию здоровья мне жаль гад спустя Беннет, кейкс готов? Да, почти закончил Приятель, приятель, давай я тебе помогу Я сам все в порядке Слушай, если ты поранишься в моем магазине, Софи забьет меня И я заплачу, а я ищу тот плакса За это стыдно Хорошо Ты знаешь, кто это? Эй, ты как? Я ничего не чувствую Совсем ничего? Совсем Врач не знает, вернет ли чувствительность Продолжай проходить физиотерапию Кто этот парень? Это младший брат Курта Уолкера, Крис Он теперь тоже гонщик Правда? Хороший? Ну, он получает небольшое финансирование от моего кузена Так что, наверное, да В этом году он участвует в гонках Но он не такой быстрый, как ты в его годы Это я точно могу сказать Посмотрим, как он покажет себя Ты в порядке, приятель? Да Спасибо До завтра Что помог? Маршал, подожди Софи, я сам Нет, 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 нет Все хорошо Погоди Детка Остановись Садись Давай сюда Спасибо Да Сил Софи Сайрус Субтитры создавал DimaTorzok Справишься? Получается? Почему ты не дал мне помочь тебе? Ты уверен? Ладно, хорошо Эй Привет, папа Привет, приятель Как он? О, с ним все хорошо Да? Да, мы с ним разговариваем Что это? Что это? Трактор Трактор, вы слышали его? Слышали? Это трактор Правильно, приятель Молодец А где папочка? Харли Поздороваешься? Харли Пойдешь к папе? Осторожно Давай, все хорошо Ты в порядке? Хорошо Смотри, какой щенок, видишь? Давай Харли Тише, парень Харли Харли Ну ладно Мне кажется, что Все хорошо, правда Давай, держу С ним все в порядке Ты как? Ну, ты знаешь Да Еще один день Куда он идет? Прошу Попробуй Это ради меня Немножко Давай, прошу Тебе, немного Остался пармезан? Погоди Сиди Я сама Софи Я могу? Я принесу Приятель Все хорошо Что-нибудь Слышно из госпиталя Ветеранов? Спасибо То же самое Что и в прошлый раз У нас ведется работа Кэл Клянусь, когда он получит инвалидность Мы сможем больше помогать Ну, если эта засуха не прекратится Это будет уже неважно Цена на корм снова выросла Что будешь делать? Ну, тут нечего делать У нас должен быть органический корм Чтобы сохранить органический статус Придется многих уволить И просыпаться раньше Ты пришел вчера поздно Что-то случилось? Нужно было заменить насос в цистерне Да Помощь нужна? Малыш Софи, перестань Я согласилась, чтобы ты ремонтировала мотоциклы Но не хочу, чтобы ты рисковал Сын, это... Нет, все в порядке Не надо так со мной, ладно? Ой, только не ври мне Мы знаем, что через две минуты ты будешь там Софи, я должен вести активный образ жизни Я не могу сидеть везде Не надо рисковать И закончили разговор Мне кажется, можно говорить Мне нужно готовиться к занятию Спасибо Я тут выйду ненадолго, маршал Хорошо, пап Все хорошо, все хорошо Пошли Хорошо, приятель Будешь спать? Хорошо, пап Хорошо, пап Маршал! Ты в порядке? Да, всё хорошо. Ты не ранен? Нет. Уверен? Да. Точно тебе не надо ехать в больницу? Я в порядке, пап, просто. Я просто не могу вкрутить лампочку. Да ладно тебе, на всё надо время. Нужно время. Эй-эй-эй-эй. Всё хорошо, приятель. Я не смог вкрутить лампочку. Всё хорошо. Нужно время, сынок. Не смог вкрутить. Беннерд, ты уже закончил с КТМ? Почему не позвал? Я справился. Что на бед? Слушай, а тебе не кажется странным, что ты воевал с арабами, а теперь работаешь на одного из них? Как думаешь, ты встречался там с моими родственниками? Ты идиот. Нет, серьёзно, у меня есть кузен Махмуд. Уже давно ничего о нём не слышал. Думаешь, есть шанс, что ты застрелил парня по имени Махмуд? Знаешь, одна бровь, большой нос, пухлый живот. Знаешь, он увлекался терроризмом. Может, это не стоит твоего внимания, но ты мог бы узнать. Я знаю, ты думаешь, что белые парни ничего не знают о географии, но твоя семья из Ирана. Значит, ты перс, Аниар. Так как Иран части Азии, тут и Азиат. О, теперь понятно, почему я люблю Понзу. Хочу сказать спасибо. За что? Ты дал мне работу. Здесь мало клиентов, и я тебе не нужен. Это не благотворительность. Ты чинишь двигатель быстрее всех, кого я знаю. Я плачу тебе за час работы. Так что это вроде как работает. Да, хорошо. Твои ноги уже лучше? Почти. Ты не думал стать инструктором? Мог бы зарабатывать 100-150 баксов в час. Немного больше, чем я плачу. Немного? Ты бы понравился детям. Сейчас многие этим занимаются, и я никому не интересен. Ты сошел с ума? Думаешь, люди снова увидят тебя на трассе в прежней форме? Легче сказать, чем сделать. Сегодня можно закрыться пораньше. Почему? Потому что это Крис, и мой кузен Амир Паша Абдулла Гарахасанлу Рохи. Его знают как Тони Пантера. Он здесь не для того, чтобы поздороваться. У вас врага? Я был главным в его гоночной команде, но он вспыльчивый. Он ввязывался в драке. И, скажем так, это плохо закончилось. Теперь у него своя команда. Если речь идет о байках, ему нравится тратить на них деньги, так что улыбайся. Так вот где умирают мечты. Тони. Как всегда, милый. Сайрус. По-прежнему нежный цветок. У свиней не было шансов. Он держал Биг Мак в руках. Беннет? Привет, Порт. С этим парнем было непросто на трассе. Я помню. Поздравляю тебя. Спасибо. Слышал, ты служил в армии. Был удивлен. Но ты вернулся целым оттуда. Это хорошо. Рад тебя видеть. Ну? И чем я могу помочь вам, ребята? Нужны тормоза для Кэй-Икса. Передние и задние? А ты как думаешь? Хорошо. Понял. Идите за мной. Включаешь третью передачу, прыжок, потом резко налево. Здесь тебя всегда догоняют. С этим надо что-то делать. Неправда. Да, это тебе не игрушки. Не выпендривайся. Немного развлеки толпу. Знаю, тебе кажется, что ты супергерой, но ты теряешь время. Да, да. С установкой получится 8 тысяч долларов. Здорово. Держи колеса на земле. Так будет быстрее. Послушай, брата, придурок, он профи. Тебе приходится быстро тормозить, потом ты поздно поворачиваешь, потому что делаешь это левой рукой. Убедись, что движения будут плавными. Да, да, я понял. Если поторопишься и будешь поворачивать левое, то выиграешь время. Да, но тогда я буду открыт. Да, это рискованно. Я думаю, это глупо. Если вы, парни, завезете завтра свой байк, к выходным все будет готово. Знаешь, если сзади всего один парень, дай ему проехать. Преследуешь его, нажимаешь на газ и проскальзываешь мимо него перед следующим поворотом. Беннет, спасибо, но я пытаюсь научить Криса, как надо правильно делать. Да, да, прости, конечно. Я так делал на трассе, просто хотел помочь. Да, без обид, Беннет, но, как ты сказал, это было давно. А я думаю, что Маршалл хотел сказать, что в каждой гонке он был быстрее всех, так что он знает, о чем он говорит. Да, но Курт мастер своего дела. Весь сезон. Мастер или нет? Сэр, все в порядке. Мастер или нет, но он говорит дело. Послушайте Маршала, и вы сможете выиграть время. Хорошо, вот что я скажу. Просрочите заказ, тогда я буду с вами разбираться. Хорошо, пошли, ребята. Да. Дамы, уходим. Не надо было этого делать. К черту их. Готов? Кто это? Кто это? На днех я видела преподавателя, которому было совершенно все равно, что делала лошадь. Точно так же, как ты мне показывал. Уши лошади двигались вперед-назад. Я говорил, что этому не научат в ветеринарной школе. Лошадь явно была чем-то очень озабочена. Мамочка думает, что это из-за помощника, который не мылся и от него воняло. От него воняло? Нужно принять душ. Ну же, а то воняет. Ты такой вонечка. Хочешь в душ? Я знаю, пришло время душа. Ну-ка, пойдем наверх. Скажи всем спокойной ночи. Засыпай, хорошо? Хорошо. Это последний. Хорошо. Так, хорошо. Еще один. Отлично. Да, вот в чем проблема. Сейчас исправим. Хорошо. Давай. Хорошо. Можешь здесь подержать? Здесь? Да, здесь. Держишь? Да, да. Хорошо. Тебя что-то беспокоит? Сегодня в магазин приходил Курт Уолкер. Да. А ты что? Я собираюсь продать эту штуку. И что будешь без нее делать? Да не имеет значения. Мне нечем платить за ипотеку. Почему ты ничего не сказал? Сколько? Чуть больше пяти тысяч. Да, хорошо. Мы с Софьей скопили две тысячи. Да, и тратить их не надо. Если не будет дождя, то все пропало. Я хотел оставить этот дом вам. Нет, нет, все в порядке, пап. Нет, маршал, все не в порядке, я не в порядке. Боже. О, прости меня. У меня грязные руки. Все в порядке. Нет, нет. О, прости, приятель. Вроде выглядит целый. Как больно. Болит, пап. Болит? Вот видишь? Потребовалось время. Мы уже устали, все из рук валится. Я думаю, что нам пора поспать. Завтра поговорим об этом. Да. Ладно. Хорошо. Я все уберу. Уверен? Да. Да. Просто посмотри, как там рэрэ. Сделаю. Хорошо. Больно? Больно, да. Спокойной ночи. И тебе, пап. Спокойную ночи. Продолжение следует... 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 Гонщики, напоминаю, запись идет с девяти утра. Ну и денек мы выбрали, да? Да. Да. Что будешь делать? Прямо участие. Ну да, ага, нет. Если сможешь хотя бы круг проехать. Эй, бродить тут это одно, а гонять с ними это уже глупо в твоем-то состоянии. Мне нужны деньги, Сэрус. Чел, я обещал Софи. Да, знаю, я разберусь. О да, ты будешь очень убедительен на больничной крыльке. Я поеду с тобой или без тебя? Это ужасная идея. Ну все, удачи. Спасибо. Следующий. Маршал Беннетт? Привет, Шерлотта. С возвращением. Спасибо. Держись подальше от них. И что бы там ни было, полегче на горе Уитни. Понял. Мужик, к тому же байки еще не готов. Да все норм, я гонял на этой трассе. Четыре года назад. Подъезжайте к воротам, мы скоро начинаем. А ты не мусульманин? Только рядом с бабулей. Сегодня гонка состоит из 20 кругов. И, о боже, какие это будут 20 кругов? Все местные сделали свои ставки. У всех свои фавориты. Посмотрим, кто победит. Сегодняшний Джокер – призрак прошлого. Гляди, кто здесь. Местный чемпион Рэм Мотокросса, победитель Лоретто Линн 2015 года. С тех пор мы его не видели. Дамы и господа, номер 32, Маршал Беннетт. Я не ослышался. Он тупее, чем я думал. Дамы и господа, да начнется гонка! Они стартовали. Они стартовали. И Роб Поушес сразу же вырвался вперед всех. Крис Уолкер приближается к Робу Поушесу. Борясь за лидерство. Пока. Крис Уолкер вырывается вперед. Это был лишь вопрос времени. Твою мать! Я боюсь за него, чувак. Это позор, братан. И позади всех Маршал Беннетт изо всех сил старается продолжить гонку, пока Крис Уолкер мчит впереди всех. Мужик! Да уж, пока местные парни выбиваются из сил, Уолкер обгоняет их с легкостью. У него совсем другой уровень. Ну вот опять, кажется, он даже ни капли не вспотел. Крис Уолкер, похоже, обладает невероятной стойкостью. Уже половина гонки позади, а остальные гонщики все телятся где-то позади. Давай. Молодец. Номер 32 выбился вперед. Он больше не глотает пыль позади. Ну, давай. Посмотрите на него. Номер 32 наконец-то переключился с первой передачи. Даже не знаю, верит ли своим глазам, но Беннетт догоняет Уолкера. 32 вырывается в первую тройку. Давай. Мужики, это невероятно. Маршал Беннетт явился из ниоткуда. Заехал на трассу, а теперь борется за первенство с нашими лучшими гонщиками. Да! Давай, пацан, давай! Он прямо у него на хвосте. Не сегодня. Уолкер старается изо всех сил. Он не позволит Беннетту обогнать его. Он прямо позади. Давай скорее. Давай. 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 Первый и 32-й просто летят. И так они выходят на следующий круг. Последний круг. Кто мог такое предвидеть? Да. Кажется, Беннетт достиг своего предела. Он отлично боролся, но Уолкера ему не обогнать. Бога. Давай, давай. Сокин сын, я знаю, что ты задумал. Попался. Давай. Беннетт обогнал Уолкера. Просто не верится. Да. Да. Ну, давай же. Давай. 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 Да! Маршал Беннет выигрывает 450 про класс. Просто невероятно, мать вашу. Что за дичь? Сукинсон! Да! Да, дружище, это было супер. Ты в порядке? Да. Это было офигенно. Ну что, доволен, пацан? Только посмотри. Маршал Беннет, номер 32. Спасибо, ребят. Так, скидка 32% на все мототовары. Я в уборную. Давай, приятель. Что думаешь? Мне нравится. Хорошая машина. Можешь немного улучшить цену? Может быть. Извини, Эрл. Я буду ждать здесь. Пап, что такое? Не нужно продавать ее. Что? Почему? Деньги есть. А что ты сделал? Банк ограбил? Хуже. Я выиграл. И я поеду еще. Софи. Пожалуйста, можешь остановиться? Детка, прошу. Я не мог ему позволить продать дом. Что еще я мог сделать? Маршал, ты совсем спятил. Когда ты хотел служить, я поддержала тебя. Когда они отправили тебя за границу, я поддержала тебя. Софи, я понимаю. Когда ты травмировался, я поддержала тебя. Меняла тебе белье, куху, упала тебя. Я не могу опустить руки, детка. Я должен знать, что хотя бы попытался. И что будет с тобой лет в 40? Я скажу тебе. Ты закончишь в инвалидном кресле или еще хуже. Я знаю. Я знаю. Я лучше рискну, чем буду медленно умирать. Я уже едва тебя не потеряла. Не поступай так со мной снова. Детка. Софи. Нет. Просто... Маршал, уходи. Это я, дорогая. Поговорим? Да. Входи. Ты как? Я все слышал. Присядь. Давай. Софи. Я 22 года был женат на пилоте армейского вертолета. Так что я... Очень хорошо тебя понимаю. Я боялся жениться на ней, потому что боялся, что... Однажды... Мне постучат в дверь. Как ты с этим справлялся? Да, все довольно просто. Я не представлял свою жизнь без нее. Петти всю жизнь служила в армии. У нее было столько заданий, что это стало для нас рутиной. Пока однажды... Она не пошла на тренировку, а там было всякое. И я... Я знаю. Для тебя, черствый старик, но в тот день... Боже, в тот день мое сердце разбилось. Она была любовью всей моей жизни. Она подарила мне маршала. И даже то, кем я являюсь... Все, что есть хорошее во мне... Все это благодаря тому времени, что мы провели вместе. Так что... Если мой мальчик для тебя тот самый... Не позволяй страху управлять твоими решениями. Удивлен, что она пустила тебя обратно. Поговорим, Мак. Так, будь со мной откровенен. Он действительно может стать профи? Да, многие гонщики восстанавливаются после травм. Даже после таких, как у него? Да, Генри, Трейк Аннард, да. С переменным успехом, конечно. Но каковы его шансы? Я не знаю. Мне заглянуть в свой хрустальный шар? Этого недостаточно. Маршалл не просто твой друг по гонкам. Он отец моего ребенка. Нельзя растрачивать силы на эти детские гонки за пару сотен баксов. Хочешь, чтобы я была с вами? Ладно. Тогда посмотри мне в глаза, и без этой твоей брехни скажи мне, что ты думаешь. Давай. Знаешь, почему на самом деле я нанял его? Конечно. Представь, что ты владелец музыкального магазина, а к тебе приходит Моцарт и просит взять на работу. Так я себя чувствовал, когда он пришел сюда. Вот что я думаю, что Маршалл один из самых одаренных гонщиков из всех, кого я когда-либо видел. Ему это легко дается. Но может ли он продолжать? Да, судя по тому, что было вчера, я бы на это поставил. Я отдам ему все свои деньги. А ты сможешь обслуживать байк? Я был крутейшим главным техником. Идеально. Ты техник, а я буду менеджером. Так я договорилась с Маршаллом, если хотите, чтобы я была с вами так или никак. Мы договорились? Не уверен, что женщина у руля это хорошо. Может, это только мое мнение, но в моей стране женщин видно, но не слышно. Хотя даже не видно. Итак, тебе нужно 60 баллов АМА, чтобы получить гоночную лицензию и стать профи. Для этого нужно финишировать в тройке лучших в четырех квалификационных гонках. У тебя есть навык, но нет выдержки. Если бы Волкер с самого начала гнал во всю силу, он бы тебя сделал. Тебе нужно восстановить форму. Чем ты сильнее, тем в большей ты безопасности. Ладно, давай. Ну все, папа, твоя очередь. Ну нет. Тебе необходимо пройти интенсивный курс кардио, прежде чем снова отправляться на гонку. Минимизируем затраты на перелеты, только местные гонки. Подберем тебе лучшее снаряжение, а затем будем регулярно тренироваться на трассе. Итак, этот наколенник будет очень хорошо поддерживать и даже повысит гибкость. Ну как оно? Хорошо. Да? Ты все еще немного неуклюж. Нужно стать мягче. Практикуй прыжки. Не заигрывайся. Не опускай байк слишком низко. Это слишком рискованно. Концентрируйся на приземлении. Все деньги пойдут вам в карман, чтобы вы могли сохранить дом. Давай, Харли. Бу! Бесишь меня. Ой, извини, я тебя напугала. Я тебя приручу, так и знаю. Ой, да? С помощью какого оружия? Я тебя приручу, так и знаю. Да, держу. Да, держу. Эй, смотрите, кто здесь. Ладно, пойду запишу нас. Давай, детка. Спасибо, детка. Пантера выглядит неплохо. Эй, че, как, Диксон? Привет, видок. Кто это? Это парни Курта, механики команды Iron Grip. У них там массажистка? Слушай, если так, то тут уж ты сам по себе. Что он делает? Хоть мы и приближаемся к концу гонки, сегодня еще никто не попытался обогнать Криса Уолкера. Он просто король этой трассы. Квалификационная гонка номер один. Давай, давай, давай. Ну, давай же. Да, да. А прямо за ним Эштон, Ли и Беннет. Да, да. Ладно, ладно. Это неплохо. Да, молодец. Отличная работа, чувак. Бедка, ты обогнал 20 других гонщиков. Это 18 очков. Неплохое начало. Ты просто ворвался. Да, ты огонь. Горжусь тобой, чувак. Квалификационная гонка номер два. И в тройку финалистов входят Уолкер, Макклейн и Беннет. Третье место. Это полторы тысячи баксов. Это отлично. Ты был просто невероятен. Нужно немного опустить вниз и утяжелеть перед. Для поворотов. Ладно, без проблем. Я могу быть быстрее. Квалификационная гонка номер три. Ого, парни, вот это была жестокая гонка. И как только номер один Крис Уолкер смог остаться впереди. Давай. Осталось всего два круга, и Уолкер наконец-то оторвался. Давай, Крис, давай. Моя очередь. Последний круг. Не знаю, верит ли своим глазам, но Маршал Беннет догоняет Криса Уолкера. Черт. С опасной скоростью. Я иду, я иду. Поднажми, поднажми. Ты почти победил. Давай, давай. Держись. Давай, гони. Давай, детка. Давай, давай же. И Крис Уолкер с трудом одерживает за собой победу. Маршал всего на миллиметр позади. Какая жесткая гонка. Второе место, да. Угурский. Да, да, да. Проблемы с байком? Нет, он хорош. Нет, чувак, тебе просто нужно тренироваться. Ты бы подумал о своей работе. О да? О чем ты? Еще одна гонка. Если он станет профи, придется с ним разобраться. Ты молодец, чувак. Итак, команда. Дальше у нас Виктор Виль. Если финишируешь в десятке, наберешь необходимые очки. Мы уже привлекли спонсоров. Вашу руку, сэр. Спасибо. Вот так. Ну-ка, давайте все вместе. Давно мы этого не делали, и очень даже зря. Господь, мы благодарны за время, проведенное вместе. Спасибо тебе за крышу над нашей головой. За еду на нашем столе, и самое главное – за людей рядом. Даже за Сайруса. Аминь. Аминь. Хочешь овощи? Виктор Вилл, Калифорния. Место здесь сложнее, чем я думал. Думаю, гнать не стоит. Ясно. Эй, можешь принести инструмент? Папочка, я 32 насчитала. Сэр, я ищу маршала. Сержант. Райли? Привет. Привет. Как я рад себя видеть. Прости, что не отвечал какое-то время. Да, всё нормально. У меня что-то дела не клеились. Понимаешь? О, Ребекка хочет тебе кое-что сказать. Привет. Привет, милая. Спасибо, что вернул моего папу домой. Да не стоит, дорогая. У тебя отличный папа. Спасибо. Да, конечно. Это моя жена Софи. Приветик. Мой отец Калл. Очень рада знакомству. Здравствуйте. Вон там малыш Рей-Рей и мой приятель Сейрос. Райли, рад знакомству. Очень приятно. Как узнали, что я гоняю? В общем-то, я сам снова сел за руль. Такая терапия. Правда? С группой ветеранов Вэтмакс. Вот один из них и упомянул твое имя в разговоре. Я сперва ему не поверил. Ну, я рад, что ты здесь. Беннет любит выезжать на линию. Так и виляет туда-сюда. За ним лучше глаз да глаз. Я тебя понял. На переездах ты быстрее него. Так и можешь его уделать. Внимательно. Мы справимся. Итак, битва за первое место. Беннет настроен решительно, но и Уолкер тоже не промах. Давай, вперед. Да, 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 вперед. Быстрее. Быстрее. Уолкер второй раз пытается обогнать Беннета, но снова не выходит. Осталось всего два круга. Да, 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 вот так. Да. Черт. О, господи. Должно быть больно. Беннет вылетает за пределы трассы. Надеемся, с ним все в порядке. Сука. Иди, иди к нему, я побуду с ребенком. Посиди здесь, я скоро. Да. Иди, иди к нему. О, господи. Стойте. Идем отсюда. Иди, иди к нему. Эй, ты урод! Я знаю, что ты сделал, чёртов ты кусок дерьма. А у тебя есть яйца, парень? Или просто зрение подводит, а малыш? Давай, ралли, держись! Ралли, держись! Мы почти прибыли. Ты сможешь. Перелом больше берцовой кости. И это на здоровой ноге. С такой травмой я бы не советовала гонять. Но вы уже пытались, так? Да, эти парни хуже наркоманов. Сколько ему? Я поняла вопрос. Минимум 8 недель нельзя садиться на байк. А лучше 12 недель. А ещё лучше больше никогда не гонять. Я завтра ещё его проверю. Спасибо. Он пропустит все отборочные. Ладно, давай пока не будем об этом. Могу я с ним наедине минутку поговорить? Конечно. Милый. Детка. Я не знаю, чем далеко думал. Что? Не говори так. Ты была права, это большой риск. Слишком. Не нужно. Ты ведь не можешь жить без гонок. И когда я сказала тебе да, я об этом знала, и я люблю это в тебе. Спасибо. За что? За то, что позволила попробовать. Ну-ка, подвинься. Иди ко мне. Слушай, я думаю, мне стоит взять отдых в следующем семестре и вернуться. Нет, нет, детка, нет. Это, это же ненадолго. Просто, чтобы потом было полегче. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Когда мне станет лучше, я починю тысячу байков. Миллион детей, научу ездить на них. Я сделаю все, чтобы ты смогла учиться. Обещаю. Я люблю тебя. Я тоже тебя очень люблю. Спасибо. Три месяца спустя. Эй, Сайрус. Сайрус. Да. Байк почти готов. Нужна твоя помощь. Сейчас приду. Вот. Круто выглядит. Супер. Да. Отлично. Отлично. А вот и обед. Софи. Сайрус. А что ты делаешь в клинике? Просишь животных показать горло? Ну, нет. Я делаю уколы, проверяю их зубы, проверяю на болезни. А что насчет кастрации? Да, этим тоже занимаюсь. Держу пари, ты в этом хороша. Да, не забывай об этом. Ну, чё, как, здоровяк? Чего тебе, Тони? Я пришел к Беннету. У меня к нему вопрос. Это все, на что ты способен? Ты о чем? Вали отсюда, Тони. Ну, как же. Да. Давай, вали, придурок. А ты куда лезешь, малышка? А ну, повтори. Выход там. Шагай уже из магазина. Я просто хотел узнать, как дела. Эй-эй-эй. Все хорошо. Чего тебе нужно? Все просто. Думаешь, ты смог победить братьев Уолкеров? Если бы не травмы? Да, точно. Да я бы их как тараканов размазал. Ясно. Ну, давай покажу кое-что. Видел это? Хэнтаун, 97-й. Один придурок испортил мой байк. Вот ты заслужил пулю. Как сейчас помню. А это видел? Этой рукой я ему еще лицо поправил. Да, это я тоже помню. Но вот чего я не делал. Я не портил тот байк. Возможно. Но теперь они не со мной. Крис ушел из команды. У нас был договор, пока я спонсировал его. Он уже набрался опыта. Мог бы работать на Пантера Рейсинг. Но вместо этого он вместе со своим тупым братом свалил в Айронгриб. Как же я теперь хочу им обоим задницы надрать. Но знаете, как будет лучше? Позвать тебя. Наваляй ему на трассе по первое число. Ты серьезно? Как никогда прежде. Я не могу пока что гонять. Долго? Еще шесть недель. Перелом без смещений? Без. Супер, значит, уже готов. Простите, а вы врач? Я себе сто раз кости ломал. Я отведу тебя к своему врачу. Он просто мак в воду. И ты уже скоро встанешь на ноги. Успеешь на последний отбор. На ларетелин? Нет, я не могу себе этого позволить. Я покрою расходы. Бензин, отель, я тебя отвезу. Но тогда, через пару месяцев, на открытом мотокроссе Лукасуэл, ты должен победить. Заполучить для нас спонсоров. Маршал Беннет выигрывает Ларет Тулин. А какая вам выгода? Пантера Рейсинг вырастет до про уровня. Наконец-то. Ты как? Чемпионат открытого мотокросса Лукасуэл начинается на исторической трассе Гленн-Хеллен в прекрасной Калифорнии. Да, это очень известная трасса. Известная своими неровностями и препятствиями. Многие гонщики тренировались здесь весь год. Пример номер 8, Крис Уолкер. Впервые он участвует в гонке при поддержке Айрон Гриб. Готов, Рей-Рей? С нами и младший брат прошлогоднего чемпиона. Номер 88, Курт Уолкер. Да, вот его брат Крис во всех отборочных в первой тройке был. Вот так. Талант передается по наследству. Я не удивлюсь, если они оба займут призовые места. Без вопросов. Супер, держи. Отлично. А как твоих дам зовут? Виктория и Ребекка. Виктория и Ребекка. Какие милые имена. Да, невероятно. Спасибо вам, дамы. Спасибо. Эй, Тони, Тони. Стой, стой, стой. Ты не подумал о том, что мы обсуждали? Софи, не обижайся. Но у тебя нет такого опыта. Ты о чем? У нас все прекрасно было, пока ты не появился. Половину сезона. Я этим 20 лет занимаюсь. Ладно, но я могу взять на себя какую-то часть. Я работаю в клинике и знаю, что такое... Ты не будешь менеджером. Я здесь менеджер. Я плачу за это сам. Еще вопросы есть? Общественные связи. Я помогу найти спонсоров. Так тебя и этому где-то обучали? Спонсоры почти всегда мужики. У меня есть сиськи. Договор. Эй, скорее, скорее. Быстро смотри. Смотри туда. Айрон Гриб. Так, стоять. Успокойся, здоровяк. Они сегодня не успокоятся. Это же девятый. Скоро все равно полетит из лиги. Эй, смотри, кто здесь. Привет, друг. Рад видеть. Привет, парень. Спасибо, что пришел. Я бы не пропустил. Да. Тут и группа поддержки. Да? Да, а как иначе-то? Там или хачи, еще те. Я Джастин. Очень приятно, сержант. И мне тоже. Я Дастин. Привет. Я Брэд. Привет. Всем внимание. Рад. Всем гонщикам по местам. Ну так что, готов? Да. Отлично. Эй, парень, сегодня я нашел спонсоров. Спонсорские бонусы. Это пока единственный способ продержаться. Покажи себя. Впервые у нас на открытии сезона столько зрителей. Больше 20 тысяч человек. Им не терпится узнать, кто из гонщиков получит заветные 25 тысяч баксов. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Беннет, мы сюда за победой пришли. Мы с братом, и мы будем первыми. Не лезь нам под ноги. Я следил за тобой на отборочных, Крис. Мы тебя обойдем, ты и глазом моргнуть не успеешь. Да, ты точно копия своего брата. Поэтому я и твою задницу легко надеру. Вперед. Маршал Беннетт, номер 32, за ним нужно наблюдать. Но у него ведь травма. Сэр, его даже ранения в Афганистане не смогли остановить. Когда он поднимется на трибуну, подумайте о моем предложении. Хорошо. Спасибо. О, сэр, простите. Беннетт теперь новый член Пантеры. Не знаю, какие у него шансы. У него был четырехлетний перерыв, уходил на войну, вернулся с ранением. Хорошо, приятель. Я просто поражен. Ты сможешь. Как мы понимаем, отношение у Пантеры с ее бывшим членом Крисом Уолкером, так сказать, не очень. А ты тащись там, позади. Кто обгонит меня, не жилец. Осталось две минуты. Вот и наш лучший отборочный игрок Джастин Маскотт, номер 14. Выглядит уверенно. Ну, как дела? Супер. Восемь человек уже есть. И три из Парк Плакс вынушают надежду. И три? Они ничего. Да, я знаю. Ты молодец. Итак, начинаем. Итак, 30 секунд, и про-мотокросс в Гленхеллен начинается. И так набрали обороты и погнали. Вперед! На первом повороте много улетело за линию. Много падений. Тем, кто стоял, теперь станет полегче. Первый поворот всегда покажет, кто у нас больше всего денег хочет. Крис Уолкер уже пробирается вперед. Итак, проезжаем мост Ямаха, номер 48 и 14 лидируют. Из середины трассы у нас начинает лидировать Маршал Беннет. Вот так. Так, номер 14 выходит вперед на спуске Сент-Хеллен. О, Беннет и Фостер сталкиваются друг с другом, проезжая мост. Номер 8 Крис Уолкер делает сильный рывок на выезде из каньона. Его брат Курт тоже не отстает, совершает большой прыжок. Номер 32 Маршал Беннет тоже не промах, хоть и застрял до этого в каньоне. Номер 88 Курт Уолкер обходит номер 79 и не сдает оборотов. Слушай, борьба сегодня очень жесткая. Тяжелый первый круг у нас был. Здесь собрались лучшие гонщики. По-другому и быть не могло. Давай, милый, вперед! Смотрите, как уверенно Крис Уолкер обходит номер 121. Номер 14 Джастин Маскотт продолжает лидировать в гонке. 88 Крис Уолкер выходит на третье место, обогнав 58 номер. Я уверен, один из Уолкеров сегодня точно выйдет на трибуну. 48 постигла неудача, и теперь Беннет еще ближе к началу. На девятый круг выходит лидер гонки, номер 14. Члены команды Айрон Грипп, братья Уолкеры держат позиции. А прямо позади них Маршал Беннет. Да, вперед, малыш! Посмотрите на Беннета. Он очень уверенно себя чувствует на трассе. Он наступает на пятки лидером гонки, выходя на первый поворот. Беннет явно хочет их обойти возле этого моста. Вот так, Беннет подает газу и обходит Курта Уолкера. Отличный ход. Кто бы мог подумать, теперь он на третьем месте. Уже близко. Но Курт хочет вернуть себе третье место, преследуя Беннета. Выжидает время. И Курт Уолкер блокирует Беннета, сбивая его с байка. Черт возьми. 88 настроен очень агрессивно. Но Беннет не сдается. Хотя каждую секунду он теряет свои позиции. Не очень это хорошо. Беннет снова в деле. Долго же ему ехать придется. Осталось три круга. Номер 14 до сих пор лидирует. Курт и Крис Уолкер из «Айрон Гриб» следуют за ним. Вернувшись на восьмое место, Беннет летит вперед. Он все еще не сдается. Смотрите-ка, Крис пропускает своего брата. И теперь Курт соревнуется с лидером гонки «Маскотом». Еще два круга, и Крис Уолкер уже приближается к номеру 14. Он толкает Джастина с байка, и тот падает. Все, «Маскот» вылетает из гонки. Да. Курт Уолкер лидирует на данный момент. Младший брат следует за ним. Кажется, победа будет у «Айрон Гриб». Дон, смотри, какая жаркая битва за мостом. Маршал Беннет обходит сразу двоих. И теперь на третьем месте. Белый флаг позади. Последний круг. Молодец, парень. Смотри-ка, Гордон, под Беннетом просто колеса горят. Волкеры подъезжают к мосту «Ямаха». Номер 32 уже близко. У него есть четкая цель. Ты смог! Давай, Маршал. Ну вот, я и вернулся. Номер 32 вернул себе позиции. Не могу поверить. Не думаю, что третье место его устроит. Жги! Жги! Беннет снова обходит Курта Уолкера. Курт, думаю, горит от ненависти. Ничего себе, 88-й падает с байка. Беннет на втором месте. Финальная прямая. Сможет ли он обойти Крису Уолкера? Вот так. Мы видим клетчатый флаг. Вперед, милый! Он сделал это. Беннет пролетает под Крисом Уолкером. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое. Бог ты мой. А Крис снова теряет свою позицию в самом конце. Мы в жопе. Маршал Беннет побеждает на открытом чемпионате по мотокроссу Лука Сойл. Вот это мой мальчик. Да! Я знал, что ты сможешь. Да! Да! Регистрируйся с промокодом 25WINNER и получи эксклюзивный бонус от надежного букмекера Бэт Виннер. Это твое. Серьезно? Пантера теперь про. Спасибо, друг. Маршал, можно у тебя интервью взять? Да. Итак, Маршал, в середине гонки ты сошел с трассы. Ты думал, что сможешь вернуться? Я и понятия не имел. Но должен был попробовать. Ну, будет-вух. Давай. Скорее. Ой-ой. Давай. Давай. sk